Благочестивое почитание святых мощей Благочестивое почитание святых мощей По всем древнейшим свидетельствам священного предания Храмы строились на гробницах и мощах святых А святая литургия совершается только на антиминсе В котором находятся частицы святых мощей Интересен факт, что место, где находилась келья преподобного Сергия Радонежского Явилась центром притяжения святых мощей многих угодников Божиих Вот именно на этом месте находилась келья преподобного Сергия И сейчас здесь собраны мощи разных святых Здесь мощи апостола Андрея Первозванного и его десницы Это уже часть Ризы Божьей Матери А здесь глава Исаии и епископа Ростовского Мощи свидетеля Сиропеона, они находятся под спудом Вот как раз от них было очень много исцелений Здесь находится десница первомученика архидиакона Стефана Он пострадал в 237 году по Рождеству Христове Он был побит камнями за исповедание веры И мы видим, она нетленная, сохраняется уже почти 2000 лет Под спудом находится мощь митрополита Иосафа Он когда-то тоже был игуменом монастыря И он крестил Ивана Грозного Здесь собрано множество мощей разных святых Наверху это только часть из них И крест мощевик преподобного Сирия И здесь уже мощи Альхимандрита Дионисия Они тоже находятся под спудом Он тоже когда-то был Альхимандритом Лавра Таким образом, крошечный кусочек земли Освященный молитвами преподобного Сергия И сиянием явившейся сюда Пресвятой Богородицы Стал домом для мощей и других великих святых Чествование святых мощей происходит почти от начала церкви Оно основывается на учении Святого Писания О предназначении христианских тел Как храмов Святого Духа Для христиан тело человеческое имеет великое назначение Оно было взято от земли Но сотворено не для земли Несвойственны были этому телу недуги Не имело оно нужды ограждаться от влияния стихий Для души оно было чудной, вечно новой одеждой Впоследствии по грехопадении Тело подверглось расстройству, болезням и смерти Чтобы исцелить поврежденное грехом естество человеческое Сам Бог снизошел для восстановления падшего человека Через обновление духа плоти человеческой Открывается путь восхождения к нетлению Читая историю святых мучеников Мы видим, что тела их получали ужаснейшие раны И подвергались всяческим истязаниям Однако они переносили пытки на удивление палачам с невероятной легкостью Тела этих святых от постоянных и длительных пощений, непрестанных молитвенных подвигов До того утончались, что возбуждали сомнения в действительности плоти После ухода из жизни земной Тела некоторых подвижников источали благоухание Возле них происходили исцеления от различных болезней Что свидетельствует о их животворной силе Иногда мирскому глазу бывает трудно рассмотреть В чем же состоял духовный подвиг того или иного святого Например, преподобная Васа, чьи мощи покоятся в святых пещерах Псково-Печорского монастыря Была просто любящей и преданной женой священник-комиссионер Просто Это лишь на первый поверхностный взгляд Как мы читаем в Библии о творении женщины? И сотворим помощницу Адаму И вот служение женщины как помощницы мужа в его духовных исканиях А муж глава Малой Церкви Это подвиг, который с честью и с огромной пользой Для дела миссионерства Проповеди Христа Распитта, Христа Воскрешего Пронесла в своей жизни преподобная Матерь Васа И первое чудо совершается от ее мощей Причем выносится на поверхность ее тела И было указано, что не погребать земли А так вот в нише и оставили Это свидетельство ее святости И затем уже в революционные годы Начало 20 века, в гражданскую войну Пришли разбойники, которые вскрывали этот гроб Пытались скрыть этот гроб Думая, что там спрятаны какие-то ценности Драгоценности монахами И сошло пламя, их опалило Потом в 60-е годы комиссия специально создавалась Значит, срезы сделали Что, мол, может обманывают монахи А потом смотрят, действительно, все подтверждает Что пламя изошло из гроба То есть подтвердили чудо И таким образом преподобная Матерь Васа Как помощница в служении своему супругу Протерею Иоанну А затем в монашестве священной иноку Ионе Она пронесла этот подвиг И она является покровительницей христианских семей В первую очередь связанных с церковным служением Святость имеет своим источником Добродетельную жизнь в богочеловеческом теле Церкви Христовой Таким образом, святость охватывает всю личность человека Всю душу и тело Все, что входит в таинственное устройство человеческого существа Святость угодников Божих не содержится только в их душе Но неминуемо распространяется и на тело У святых святы и душа, и тело И мы, благочестиво почитая святых Почитаем их целокупную личность Не разделяя их при этом на святую душу и святое тело Отсюда и благочестивое почитание мощей святых Если человек стоит и находится у мощей какого-либо святого То он как бы предстоит перед самим человеком Согласно учению святых отцов Не только душа содержит образ Божий Но и тело человека причастно к образу Божию И поэтому, находясь перед мощами Мы в каком-то смысле предстоим самому человеку Самому святому И поэтому в сознании православного верующего человека Обращение к святым мощам Это обращение, которое имеет большее дерзновение По отношению к святому Который был прославлен Богом за свою благодатную жизнь За время своей жизни на земле Святой непрестанным сотрудничеством души и тела своего Достигает святости своей личности Наполняет благодатью святого духа и душу, и тело И так притворяет их в сосуды святых тайн и святых добродетелей Поэтому вполне естественно воздавать благочестивое почитание И тому, и другому сосуду Божией благодати Непрестанными евангельскими подвигами Святые постепенно исполняются духа святого Так что и святые тела их становятся храмами святого духа Это в полной мере можно сказать о мощах Александра Свирского Они настолько нетленны, что поражают даже самых укорененных атеистов Святое откровение показывает, что по своему безмерному человеколюбию Дух святой пребывает своей благодатью не только в телах святых, но даже в их одежде Так платки и опоясания святого апостола Павла исцеляют больных и изгоняют нечистых духов Более того, Господь делает так, что слуги его творят чудеса не только телом и одеждой Но и тенью тела своего О чем свидетельствует случай с апостолом Петром Как известно из деяний святых апостолов Его тень исцеляла больных и изгоняла нечистых духов Слово мощи в славянском языке переведено греческое слово липсона И латинское реликвия, что в буквальном переводе на русский язык означает останки Первоначально мощи – это вообще тело усопшего человека Мы называем мощи святыми Так обычно называют мощи усопшего праведника Святые мощи Это означает, что мощи – это останки человека, который показал пример святости Это останки праведника человека, который явил образ жизни во Христе Иногда люди представляют и думают, что мощи – это обязательно нетленное тело человека И действительно, нетление всего тела, а не одних только костей почившего подвижника Долгое время было для массовой русской религиозности важнейшим критерием святости Как отмечает действительный член Академии наук Евгений Евстигневич Голубинский Народное представление о необходимости нетления тел всех без исключения святых Никак не связано с церковным почитанием мощей В связи с этим при канонизации святых случались несогласия Как, например, с прославлением Серафима Саровского К концу XIX века накопилось немало свидетельств о чудесных исцелениях по молитве к отцу Серафиму В 1902 и 1903 годах епископы провели два секретных обследования мощей Но эти свидетельствования привели архиереев и синод в замешательство Нетленного тела не было В гробу-колоде находился лишь хорошо сохранившийся скелет преподобного Деяние синода о канонизации преподобного Серафима было подписано 29 января 1903 года А за полгода до этого церковная печать стала обращаться к теме тления святых мощей Пытаясь предотвратить возникший соблазн В июне 1903 года петербургский митрополит Антоний опубликовал в церковных ведомостях Акт о свидетельствовании мощей, который до того был засекречен И свое необходимое разъяснение Антоний объяснял критерии святости человека Приводил богословские и исторические аргументы В частности, ссылался на древнюю и современную практику греческой церкви Митрополит твердо настаивал на том, что для канонизации святого нетление тела не имеет решающего значения Отклики оппонентов последовали незамедлительно Поскольку на канонизации Саровского преподобного настаивала императрица, а вслед за ней и Николай II Либеральные публицисты усмотрели в истлении мощей повод еще раз чувствительно задеть правительство С каким злорадством они смаковали то, что все чудотворения и ураки преподобного сфальсифицированы Ради пополнения церковной казны деньгами легковерного народа На несоответствие мощей нового святого общепринятым понятием Уже в 1903 году ехидно указывали старообрядцы Позднее, после царского манифеста о веротерпимости 1905 года Они получили возможность легально критиковать государственную церковь в печати Именно из-за истления плоти преподобного Нижегородский журнал «Старообрядец» Первый легальный старообрядческий ежемесячник называл саровские торжества 1903 года Саровской авантюрой, а Серафима – истлевшим святым Однако же прославления преподобного Серафима летом 1903 года Сопровождали многочисленные исцеления Канонизация сделала имя саровского святого еще более известным Несомненные, подтвержденные медиками чудесные исцеления умножались чуть ли не ежедневно По всей стране разошлось большое количество частиц мощей преподобного Серафима Таким образом, для церкви основанием для почитания мощей служит не их нетление, а присущая им благодатная сила Божия Точно так же основанием и для канонизации святых служит не нетление их останков, а проявление духа в святости их жизни и в чудотворениях от их мощей Вот почему православной церкви были причтены к лику святых некоторые подвижники, мощи которых не открыты до сих пор и о нетлении которых мы совсем ничего не знаем Но они известны были своей святой жизнью и по смерти оказывали чудесную помощь обращавшимся к ним людям История и древней христианской церкви и церкви русской так же говорит нам, что мощами всегда наименовались и благоговейно почитались всякие останки святых мучеников и великих подвижников, сохранившиеся хотя бы в виде костей Таким образом, наличность нетления останков умершего не может считаться необходимым признаком его святости, равно как и тление тела не есть признак беззакония По свидетельству церковной истории встречались и встречаются нетленные тела некоторых усопших, которые при отсутствии чудотворений и не признавались и не признаются за мощи святых угодников Божьих Мощи святых после их обретения становятся в своем роде самостоятельными участниками истории Представления о тех или иных мощах складываются в течение столетий и влияют на сам образ святого Так мощи благоверной княгини Анны Кашинской являлись активным действующим лицом на протяжении последних четырех веков В середине 17 века известие о чудесах у гроба преподобной Анны Кашинской доходит до царя Алексея Михайловича И на Московском соборе 1649 года преподобная причисляется к лику святых На открытии ее мощей присутствует Сан-Цай Когда открыли гроб преподобной, обнаружили, что правая рука ее сложена в благословляющем иерейском жесте на груди Через год Алексей Михайлович снова прибывает в Кашин, чтобы участвовать в торжествах перенесения мощей преподобной Анны Из Ветхого Успенского собора в Воскресенский собор В тот же день на глазах у всех совершается чудесное исцеление снохи Кашинского губного старосты Скобиева Царь повелевает построить храм в честь преподобной Анны А царицы и царевны вышивают собственными руками покров с изображением преподобной Однако через четверть века после канонизации святой Анны Совершается весьма необычное в русской духовной истории событие У патриарха Иоакима и церковных властей возникают сомнения святости преподобной Анны Кашинской Надо заметить, что в этом промежутке времени произошел раскол русской церкви В 1677 году в Кашин по распоряжению патриарха отправляется новая комиссия Она осматривает мощи княгини и обнаруживает несогласие с протоколами осмотра 1649 года Старый документ утверждал, что правая рука княгини сложена двуперстно А это использовалось старообрядцами как аргумент в пользу своих убеждений Осмотр же 1677 года, согласно протоколу, показал, что длань и персты княгини лежат прямо Существует старообрядческая легенда о том, что пальцы княгини, сложенные двуперстно После попытки патриаршей комиссии их поправить, снова сложились прежним образом Чтобы избежать двусмысленности и всяческих сомнений Малый собор в Москве принимает решение не почитать Анну как святую Большой собор 1678-1679 годов подтверждает это решение Гроб преподобной запечатали архиерейскими печатями Празднование отменили и запретили служить молебны Разрешив лишь петь панихиды по ним Однако, несмотря на деканонизацию, чудеса и знамения у гробницы преподобной Анны продолжались Жители города чтили ее память, переписывали житие святой, писали иконы и чтили их как чудотворные При Воскресенском соборе велась запись чудесных исцелений от мощей преподобной Анны Со временем почитание преподобной Анны Кашинской усиливалось, несмотря на деканонизацию Заступничеством благоверные княгини перед Господом объясняли спасение Кашина от эпидемии чумы в 18 веке В 1831 и в 1844 годах от холеры, а в 1812 году избавление от разорения французами Семь раз в течение 19 века Кашинцы направляли ходатайство о восстановлении и почитании преподобной Анны В них были описаны более 40 чудес, совершенных у гробницы Препятствия к канонизации были устранены лишь после утверждения закона о старообрядцах в 1905 году Давшего раскольникам свободу вероисповедания 7 ноября 1908 года Николай II утвердил определение Синода и в апреле было обнародовано официальное послание о восстановлении и почитании святой благоверной княгини Анны Безмерно было ликование кашинцев При колокольном звоне всех храмов города у мощей преподобной Анны служили благодарственные молебен Было много гостей Прибыла великая княгиня Елизавета Федоровна, которая уже тогда своим обличием напоминала древнерусскую благоверную княгиню Со всех концов прибывали в кашин крестные ходы Десятки тысяч богомольцев шли в зной и дождь с пением церковных песнопений Неся тяжелые хоругли, кресты, иконы, подарки В собор несли больных, слепых, коллег, расслабленных, бесноватых У гробницы совершались чудеса Мы должны всегда помнить о том, что благоверная княгиня Анна является святым человеком Как бы мы ни называли ее просто исторической личностью Великой женщиной, прекрасной матерью, замечательной супругой Как бы мы ее ни называли, в первую очередь Прошу это не забывать, она является святой И дело здесь не в формальном признании церкви, что она свята Дело в том, что церковь признает человека святым В том случае, когда в ее образе народ, люди могут почерпнуть для себя бесценные, да И бесценное богатство для своей собственной жизни То есть на примере святого человека научиться чему-то высокому и идеальному Чего так часто не хватает в нашей жизни И вот образ благоверной княгини является именно тем ориентиром Который необходим нам в сегодняшнее время, в сегодняшний день Мне думается, что праздник Анны Кашинской и должен поставить для нас новые вопросы в жизни Новое переосмысление нашей жизни Новые вопросы, отвечая на которые, мы сможем найти ту прекрасную дорогу Которая будет вести наш народ к Богу О влиянии святых мощей на личную жизнь человека Известно с незапамятных времен Любое исцеление у гроба святого и есть такое влияние Никто специально не подсчитывал, сколько происходило исцеления от святых мощей за всю историю христианства Но это сотни тысяч, если не миллионы случаев Исцеление происходит и сегодня У нас даже есть целая книга, куда записываются эти все чудеса Но вот одно из ярких чудес, о котором я всегда упоминаю Это исцеление шестилетней девочки от церебрального паралича Вот, она теперь ходит и даже бегает Тогда ей было шесть лет, это в 98-м году Ну, сейчас уже вполне взрослая девица Было исцеление ракого больного Три года назад к нам приезжала его жена Он просто уже не мог ничего делать Он лежал дома после нескольких операций И когда она стояла на коленях перед раком У мощей преподобного Александра В этот момент он почувствовал такое облегчение Что даже встал и в этот день очень много сделал Даже сел за руль Такое было удивительное событие Потом он приезжал, показывал, что у него там все перерезано Все эти операции внутри проходили И самое такое, можно сказать, регулярное чудо Которое мы наблюдаем в течение этих девяти лет Это неплодные семьи, которые приезжают сюда просить детей Был у нас один врач, гинеколог с женой Приезжали из Москвы У них восемь лет детей не было И приехали просить уже после того, как их пациенты побывали Все перебивали здесь И все получили просимое Я когда спросил Ну, естественно, ожидать статистику То есть не такое постоянное чудо-статистика Он сказал, что сто процентов Все, кто приезжал, все получили Причем зачатие происходит через месяц После земной жизни Святые влияют на судьбу не только своих почитателей Не только по молитве к ним Бывали случаи, когда они обращали врагов Отечества в друзей 31 августа 1812 года Внутрь стен Савина-Старожевского монастыря шагнула война Монахи провели 46 суток на захваченной наполеоновскими войсками территории Французы жили в обоих царских дворцах, братских кельях и во всех покоях Обители грозило разорение и поругание над святынями Как это и было в других монастырях Где останавливались наполеоновские части Дивизионный генерал, вице-король Италии Евгений Багарне Провел в обители одну ночь Которая стала памятна не только для него Но и для всех его потомков Его сын, герцог Максимилиан Лихтенбергский Передает это событие со слов отца так Уставший отец лег на кровать, не раздеваясь и заснул Вдруг заходит тихими шагами человек в длинной черной одежде И подходит так близко, что при лунном свете Можно было разглядеть черты его лица Человек был старый, с седой бородой Минуту постояв, он сказал по-французски Не вели войску своему расхищать монастырь И уносить что-нибудь из церкви Если ты исполнишь мою просьбу То Бог тебя помилует И ты возвратишься в свое отечество целым и невредимым А твои потомки будут жить в России Это еще было до того, как Наполеон занял Москву И исход войны был неизвестен После этого старец тихо вышел Проснувшись, отец вспомнил видение во всех деталях Которое было как бы наяву Он вызвал адъютанта и отдал приказ О запрещении отряду входить в монастырь Затем пошел посмотреть церковь Там он увидел гробницу и образ Который поразил его сходством с человеком Приходившим ночью На его вопрос, чей этот портрет Один из монахов ответил, что это образ святого Саввы Основателя монастыря, тело которого лежит в этой гробнице Отец с благоговением поклонился гробнице И записал его имя в памятной книжке Также он велел запереть церковь и приставил к дверям стражу После этого ему приходилось участвовать в многочисленных сражениях И ни в одном из них он не был даже ранен Но почти все маршала Наполеона, пришедшие в Россию, погибли Или в боях, или насильственной смертью после войны Евгений Багарне завещал сыну и всему своему роду Почитание преподобного Саввы Сын его стал супругом дочери Николая Первого И род Багарне начал именоваться князьями романовскими и лифтенбергскими Таким образом, прямые потомки наполеоновского генерала Жили в России до 1917 года И оба предсказания преподобного Саввы сбылись Мало того, в Савино-Сторожевский монастырь Приезжала представительница этого рода уже в наше время В 1995 году Это была монахиня одного из православных монастырей Франции Матушка Елизавета Влияние святых мощей на жизнь людей очевидно Для многих же самоочевидно Ибо они испытали это на себе Сами преподобные незримо пребывают у своих мощей Когда приставился преподобный Серафим Вырецкий Три дня к гробу праведника шел нескончаемый людской поток Все отмечали, что его руки были удивительно мягкими и теплыми, как у живого Некоторые ощущали возле гроба благоухание В первый день после блаженной кончины старца Исцелилась слепая девочка Мать подвела ее ко гробу и сказала Поцелуй дедушке руку Вскоре после этого девочка прозрела С тех пор чудеса на могиле старца не прекращаются Они происходят и в наши дни При канонизации Матроны Московской Патриарх Алексей II говорил Одним из оснований для канонизации святых Является почитание народное и чудеса Которые происходят у мощей подвижников веры и благочестия И вот в почитании блаженной Матроны Мы видим огромное народное почитание Люди из разных мест приходят, чтобы поклониться Этой подвижнице веры и благочестия И по вере получают просимое Не скончаем поток православных верующих Которые идут к святым мощам Святой Блаженной Матроны Московской Как чудесные свойства мощей Так и чудесное сохранение тела Нетленным наука не признает Вернее то, что сегодня называется наукой А именно научно-естественные дисциплины Ученые описали многократные случаи Длительного, иногда многолетнего сохранения мертвого тела В том виде, которое оно имело на момент смерти Во всех таких случаях нетленность имела вполне естественные причины Тело может быть сохранено за счет воздействия содержащихся в почве Место захоронения веществ, препятствующих гниению Эти вещества могут быть введены искусственно В некоторых типах почв могут возникать условия для естественной мумификации тела В результате которой оно меняется внешне, но сохраняет мягкие ткани и кожу Наконец, известны различные технологии бальзамирования В результате применения которых тело может сохраняться при жизненном виде долгое время Более того, по сообщениям прессы В современных условиях человек в течение жизни потребляет с пищей такое количество консервантов Что его тело может длительно сохраняться безо всякого целенаправленного вмешательства Но хочется спросить Какое отношение к этому имеют святые мощи? Иннокене Леонида Сафонова В миру кандидат биологических наук, гистолог Принимала участие в поиске мощей Александра Свирского Она написала, чем объясняется сохранность при жизненной конфигурации тела святого Александра Его губ, носа, кистей и стоп, так поразившие экспертов Высыхающие в процессе мумификации мышечные и соединительные ткани Находящиеся под слоем эпидермиса Сохранили свой остов, свою пространственную решетку Вместо испаряющейся жидкости промежутки между тканевыми волокнами Заполнились воздухом, не давая тканям уплотняться Таким образом ткань плоти становилась воздушной и ячеистой волокнистой Что давало возможность органам сохранять свой первичный объем Подобного результата не достичь никакими способами искусственного бальзамирования При бальзамировании ткани уплотняются и темнеют А тут разрыхленность, белоснежность, да еще внутри, под поверхностным слоем эпидермиса Таким дифференцированным искусством бальзамирования Человеческие умы и руки не владеют Он умер в 1533 году, то есть 473 или 4 года еще получается Лицо преподобного также сохраняет черты Те, которые были свойственны ему при жизни Даже когда криминалисты занимались изучением мощей Перед тем, как передать мощи преподобному Александру в церковь Они даже были удивлены, что вот эта кожа на руках Она обычно после смерти у человека сглаживается У преподобного она сохранилась На пятках даже были мозоли Они так потихонечку потом отшелушились Но вот ногти остались у преподобного ногах Когда тело высыхает, то оно, то есть жидкости выходит То оно, естественно, должно сжаться до скелета То есть получается, как скелет обтянутой кожи Так выглядят преподобные Кио-Печерские многие У них цвет кожи кофейный, такой темный, темного цвета А у преподобного Александра получилось так, что вот его объем Вот эти объемы, его внешние, сохранились полностью, как вот при жизни Но жидкость ушла и заполнены полости воздухом Когда наш настоятель брал, а он периодически вынимает частички Для того, кто просят из священников Приезжающих просят частички для храма Мащей преподобного Он рассказывал, что вот эта ткань между мышцами и кожей белого цвета И такая мягкая, мягкая, как губка такая Можно сказать, что состояние плоти преподобного Александра Свирского Его святых мощей Находится вне известных закономерностей развития и дегенерации тканей человеческого организма Описанных в трудах известных ученых Подобная степень сохранности просто уникальна даже по отношению к нетленным мощам других святых Сохранилась не только пожизненная внешность, но и кожа лица Не сморщенно высохшая, а весьма гладкая и эластичная Цвет кожи светлый с желтовато-янтарным оттенком Неудивительно, что мощи святого Александра и только они В ходе кампании по изъятию мощей в 1919 году были названы восковой куклой Эта ложная, по сути, своей аттестация является вместе с тем невольной характеристикой Хорошей сохранности мягких тканей лица В таком виде, в каком мы сейчас можем лицезреть Ивленистой Троицы преподобного Александра Она была за всю историю человечества дважды повторялась Первый раз действительно ветхозаветному Аврааму Второй раз преподобному Александру Свирскому Мы все знаем, сейчас особенно, наверное, это интересно Буддизм, индуизм Для русского интеллигента это вот в последние 90-е годы Это было что-то очень интересное, очень важное Но отличие верований индуистов, вообще, Дальнего Востока От христианства в том, что там идет растворение Коммунизм, точнее, вот наше атеистическое прошлое Это верование в то, что тело растворится среди элементарных частиц в земле А буддисты и индуизм говорят о том, что душа растворяется в божестве Христианство говорит совершенно о противоположных вещах Не только тело, тело мы не лишаемся именно этого, которое мы сейчас на себе носим Оно впоследствии должно воскреснуть Но и душа наша не растворяется в божестве Даже сам Бог троится Он потому и троится, что вот эти три личности Бог-Отец, Бог-Дух, Святый Бог-Сын Они между собой не растворяются Они всегда являют и носят в себе вот такие вот личностные качества И в чем действительно, особенно для человека думающего В чем привлекательное христианство То, что он знает, что душа его будет вечно Не раствориться и не подвергнется никаких внешнему воздействию На Руси многие чудотворцы, в частности Киево-Печорские Прославлены мироточением Мироточение в церкви искренне рассматривалось как свидетельство святости И то, что во втором обретении мощей святого Александра Было явлено обильное мироточение Свидетельствует об идентичности останков Найденных в военно-медицинской академии со святыми мощами преподобного При первом обретении мощи также обильно мироточили В афонской и греческой традиции не нетление, а именно мироточение Останков свидетельствует о том, что это святые мощи Прозвище некоторых афонских святых даже было дано по их мощам, источающим мира Это преподобный Нил Мироточивый, за целебным миром, от мощей которого приезжали христиане из самых отдаленных стран Востока Мирообразовывалось в таком количестве, что стекало прямо по скалам Предприимчивые люди собирали его подобно урожаю и продавали народным целителям Не обходилось без подделок, что, конечно же, вредило самой вере, повреждая умы скептицизма Святые мощи преподобного Нила Мироточивого Афонского хранятся в Великой Лавре Святой Афонской горы А часть его мощей находится в монастыре Малевии на полуострове Пелопонессе Где святой Нил подвязался 15 лет до своего переселения на Афон Это и преподобный Симеон Мироточивый, сербский великий жупан, по-нашему великий князь Стефан В настоящее время его мощи пребывают в Студеницком монастыре, который он воздвиг и в котором начал свою монашескую жизнь И до ныне они Божией благодатью приносят всем приходящим исцеление и утешение Святые мощи Николая, архиепископа Мирликийского, тоже прославлены истечением благоуханного мира Они были перевезены из малоазиатского города Мирликийский в итальянский городок Барри Чтобы не допустить их поругания огорянами и до сего дня находятся там в базилике, созданной папой Урбаном II в честь святителя Николая Иоанн Анагност, описавший захват турками города Солоники, где хранятся мироточащие мощи святого Дмитрия Соломского Сообщает, что мира набрали даже мусульмане, считавшие его медицинским снадобьем от любых болезней Это слово «мира» также воспринимается различным образом Если, например, мы говорим о мощах Николая Челотворца, который находится в Барии Там тоже собирают мир, католики собирают мир Но под этим миром подразумевается не маслянистая жидкость, а некая испарина Это вода, которая обретается в мощах этого святого В нашем же понимании мира и в нашей традиции мира – это особая маслянистая жидкость, которая изливается, источается от мощей святого Известны случаи, когда черепа киево-печерских святых, которые скончались много столетий назад, источали мира Потом эта мира исследовалась и оказалось, что это жидкость, содержащая белок Таким образом, сухие кости людей, которые умерли много столетий назад, источали, по сути дела, белковую жидкость Это поразительно Мира появляется в результате особого явления – мироточения Оно необъяснимым образом истекает из останков святого, либо из его гробницы, либо из его изображения Это удивительное событие Еще более удивительным оно представляется после полученных исследований, проведенных биохимиками в 1988 году в Киевском медицинском институте Оказывается, в мире присутствуют те компоненты, которые входят в состав живого организма В частности, в нем содержится до 70 миллиграммов животного белка на 100 миллилитров, что соответствует живому организму Ни жирных кислот, ни неорганических фосфатов, способствующих процессам разложения в мира обнаружено не было Это означает, что плоть святого остается живой, и по воле Божией в ней могут начаться синтетические процессы Нам же дано видеть только результат свершаемого чуда – капли мира В своем труде, в современной исследовании феномена святых мощей, кандидат биологических наук Тамила Решетникова детально описала биофизико-химическую природу останков киево-печерских подвижников и их влияние на живые объекты Результаты химических анализов показали, что даже после кратковременного пребывания возле мощей в сухих семенах изменяется состав некоторых химических элементов Так, например, под воздействием мощей святого агапита-целителя количество цинка, вредного для растения, уменьшилось на 18%, а кальция и калия увеличилось на 11,4 соответственно Можно предположить, что первопричиной обнаруженных изменений в семенах являются процессы трансмутации, то есть взаимопревращение атомов одних химических элементов в другие Следующий эксперимент был проведен возле мощей преподобного Никона Великого Стрелка дозиметра показывала 120 микрорентген в час Такой была средняя радиация в Киеве в мае 1986 года После молитвенного обращения к преподобному радиация уменьшилась на 50 рентген Ученые были просто шокированы После этого они сделали уникальное открытие Энергетическая сила, исходящая от преподобных подвижников воздействует на живые организмы на ядерном уровне организации материи По мнению многих экспертов, работавших вместе с Томилой Решетниковой Останки святых подвижников обладают спонтанной самостерилизацией Отсутствием гемолитических болезнетворных бактерий Очень вредных как для живого организма, так и для мощей Наряду с отсутствием процессов гниения был установлен факт сильного высыхания тканей Их тысячелетнее сохранение было обусловлено не методами бальзамирования В православии это запрещено А особой структурированностью организма Что позволяло воде беспрепятственно испаряться через мембраны клеток Даже после полного прекращения обмена веществ То есть после смерти Как видим, сама наука опровергает атеистический взгляд на святые мощи Что это якобы искусственно мумифицированные тела После октябрьского переворота 1917 года Большевики решили показать народу тысячелетний обман духовенства Что на самом деле никаких мощей не существует И это лишь спекуляция эксплуататорского класса На религиозных чувствах темной и невежественной массы При проведении актов вскрытия рак святых угодников божих Весьма частыми были эксцессы со стороны верующих Что заставляло власть на местах прибегать к вооруженному насилию Протесты прихожан, духовенства храмов и монастырей не имели действия А порой приводили протестующих на скамью подсудимых Как это произошло в 1920 году в Москве С защитниками святых останков преподобного Савы Старожевского Нескольким из них были вынесены смертные приговоры Философ и священник Сергий Булгаков писал о тех событиях Может ли кто бы то ни было без содрогания подумать о том Чтобы разрыть могилу своего отца, матери, близких Нарушить могильный покой для того, чтобы расследовать содержимое Но вот приблизился торжествующий хам И став перед ракой под боченись В позе наглого вызова Все перевернул, перетряс и заявил Что там ничего нет, кроме пыли и костей Туда, куда верующие в благочестивом смирении Не дерзали поднять очи Грязные лапы стали разбирать содержимое в святой раке Мы относимся также к мощам, как и к святым иконам Мы поклоняемся этим святыням Мы их лабузаем Мощи Это проводники божественной благодати Поклоняясь мощам Мы просим Бога, чтобы посредством этих святых мощей И Господь даровал нам бы Благодать, даровал бы нам просимое Поэтому для нас мощи Это как и святые места, как и святые иконы Это источники, проводники Божьей благодати В Сергиевом посаде из-за активного и решительного противодействия верующих Несколько раз переносилось вскрытие раки преподобного Сергия Радонежского Оно смогло произойти только тогда, когда к стенам Троица Сергиевой Лавры были стянуты отряды вооруженных красноармейцев Событие вызвало большое волнение народа, собравшегося на площади перед закрытыми воротами Лавры Все происходившее в Троицком соборе Лавры фиксировалось на кинопленку, которую, по указанию Ленина, должны были показать по всем городам России По замыслу вождя революции, эта пленка была призвана разоблачить перед народными массами вековой обман служителей культа Когда ворота Лавры открылись, народ буквально хлынул в Троицкий собор В продолжении трех дней к открытым останкам преподобного Сергия люди шли нескончаемым потоком Но не с глумливой брезгливостью, на которую так рассчитывали большевистские идеологи, а с благоговением и молитвой Почти все богомольцы подходили с букетами цветов и, явно желая прикрыть ими обнаженные мощи, разбрасывали цветы по стеклу над ракой Подобная реакция народа на безбожную акцию властей проявилась во всей стране Против организованных групп верующих власти направляли карательные отряды В сентябре 1918 года были ликвидированы братства приходских советов Закрыто большинство церковных органов печати Из-за противодействия властям прекратил свою деятельность поместный собор как главный источник организованного сопротивления Летом 1920 года Совнарком, обсудив первые итоги кампании, счел их недостаточными Поскольку основная пропагандистская цель прекращения почитания народом святых мощей и массовый переход от православной веры к атеизму достигнута не была С этого момента кампания вступила в новую фазу На первый план была выдвинута задача повсеместной конфискации у церкви святых мощей, что по сути было насильственным отлучением народа от почитаемых им святынь Директива наркомата юстиции предписывала осуществить ликвидацию названного культа мертвых тел и кукол путем помещения так называемых мощей в музее и отделы церковной старины или путем их захоронения Атака на святыни наносила безжалостный удар в самое сердце русского народа 25 августа увезены в Москву и строятся сергиевые лавры мощи преподобного Сергия Радонежского 17 декабря 1920 года вскрыты мощи преподобного Серафима Саровского В том же году в Москве в музее народного комиссариата здравоохранения открылась так называемая выставка мощей Куда свозились останки святых из различных монастырей России К концу года их здесь уже собралось около 60 В числе первых экспонатов оказались мощи преподобного Серафима Саровского Святителя Иоасафа Белгородского Благоверной княгини Анны Кашинской Очень немногим останкам святых Как например мощам святителя Петерима Тамбовского удалось остаться на своем историческом месте Но зато в самом сердце страны на Красной площади было выставлено для всеобщего поклонения мумифицированное тело вождя революции Неужели безбожники не могли придумать ничего нового и воспользовались ненавистной им религиозной традицией поклонения святым мощам? Все намного сложнее Большевистское руководство увидело, что через поклонение святыням происходит, как сказали бы сегодня, самоидентификация нации Поэтому была необходима замена мощей старого мира на мощи новой социалистической скиньи и вечно приближающегося коммунистического рая И сыграть эту роль было призвано телу ушедшего в небытие Владимира Ильича Ленина И действительно, квази-мощи Ленина несколько десятилетий наполняли квазирелигиозность советских людей Что же касается настоящих святых мощей, то их значительная часть помещалась в экспозициях различных антирелигиозных выставок В годы Великой Отечественной войны они были переправлены в музей религии и атеизма, под который власти отдали оскверненный и разоренный Казанский собор Ленинграда Что заставило советское руководство это сделать именно в тот исторический момент? Кто подсказал ему собрать святые мощи многих русских угодников божиих под одной крышей в городе, осажденным полчищами беспощадного врага? Знали ли они, что в начале 17 века Троица Сергиев монастырь, в котором пребывали мощи Сергия Радонежского и других святых, выдержал 18-месячную осаду 30-тысячной польско-литовской армии, имея всего лишь около 3000 защитников? Впрочем, это не важно, так как речь идет не о гносеологических характеристиках советских вождей Главное, что северная столица России выдержала беспрецедентную в истории войн блокаду ПЕСНЯ ПЕСНЯ 1988 год Год празднования Великого Юбилея, тысячелетия крещения Руси, открыл новую страницу в истории Русской Православной Церкви Начался новый этап повсеместного возрождения храмов и монастырей, возвращением Церкви мощей ее святых, уцелевших в течение семи богоборческих десятилетий Необходимо отметить, что непосредственным и активным участником всех этих событий был святейший патриарх московский Евсея Руси Алексий Избранный по местным соборам 1990 года На рубеже 1980-х, 1990-х годов Музей истории религии и атеизма в Санкт-Петербурге передал православной церкви мощи нескольких святых из своих фондов Из музейных запасников в храмы вернулись святые мощи преподобного Зосимы, Саватии Германа Соловецких, Александра Невского и Асаафа Белгородского Ярчайшим свидетельством духовного пробуждения России, буквально всколыхнувшим ее, стало обретение и возвращение на Нижегородскую землю святых мощей преподобного Серафима Саровского В 1991 году они были возвращены Русской Православной Церковью Из Петербурга святыню на поезде доставили в Москву На Ленинградском вокзале столицы ее встречали несколько архиереев, десятки священников и десятки тысяч москвичей Крестным ходом по заснеженному еще темным улицам Раку с честными останками одного из величайших русских святых перенесли в Богоявленский кафедральный собор в Елохове, установив в северном мехе собора Все пять с половиной месяцев, что святыня находилась в Москве, перед храмом стояла длинная очередь верующих, желающих приложиться к святыне А духовенство всех московских церквей с утра до позднего вечера по очереди служило перед святыми мощами Саровского чудотворца молебны с акафистами На всем протяжении дороги от Москвы до Дивеева прихожане близлежащих храмов приветствовали крестный ход, выходя к дороге со своими пастырями, неся хоругви и иконы В Нижнем Новгороде и Арзамасе горожане стояли сплошной стеной вдоль обочин, в Нижнем Новгороде, например, на протяжении 15 километров вплоть до границы города При огромном стечении народа вечером 30 июля произошла встреча святыни в возрожденном Троицком Дивеевском женском монастыре, где честным останкам преподобного по его собственному пророчеству суждено лежать до скончания века Еще в 1985 году в московский Данилов монастырь была передана глава преподобного Саввы Старожевского, чудом сохраненная в годы богоборчества в верующей семье Успенцев Долгое время считалось, что святые мощи Звенигородского чудотворца навсегда канули в подвалах НКВД И лишь совсем недавно стало известно, что великая святыня более 50 лет тайно хранилась в одной православной семье Супруги Михаил Михайлович и Софья Дмитриевна Успенские с большим риском для себя сберегли мощи преподобного В 20-е годы Михаил Михайлович был сотрудником Государственного исторического музея и членом комиссии по охране памятников архитектуры Московской области Неожиданно его вызывают на Лубянку Сотрудник показал Михаилу Михайловичу серебряное блюдо, покрытое материей, и сказал Передайте это блюдо в музей, а то, что на нем, останки савы Старожевского, поместите, куда сочтете нужным Михаил Михайлович привез мощи на дачу в Звенигород Положил их в специально изготовленный сосуд с плотной крышкой и зарыл землю в саду На даче случился пожар, выгорел дотла дом, обуглились садовые деревья, но святые мощи не пострадали После этого события он перевез мощи преподобного в свою московскую квартиру За три года до смерти обладатель русской святыни открыл эконому Троицы Сергиевой Лавры, отцу Евлогию, что мощи преподобного савы хранятся у него Когда отец Евлогий стал наместником открывшегося Данилова монастыря, он разыскал семью Успенских Михаил Михайлович к тому времени скончался, а его родственники сообщили, что передали мощи священнику, который напутствовал Успенского перед смертью 25 марта 1985 года святыня была передана в московский Данилов монастырь, где почивала в алтаре храма Семи Вселенских соборов 22-25 августа 1998 года Савино-Сторожевский монастырь праздновал свое 600-летие В честь этого события, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II, честные мощи преподобного савы торжественно перенесены в основанный им монастырь После лихолетия иго коммунистического, когда было подвергнуто разорению жесточайшему церковь православная, когда подверглись оскорблениям, унижениям служители церкви и даже святые ее, Ибо мощи ставы Сторожевского были оскорблены и вынесены одни из первых безбожных правительств, но хранимые Богом, чудом Божиим, они вернулись в свою святую обитель Вернулись чудным образом, и в этом тоже мы видим чудо Божье Когда человек, облеченный коммунистической властью, рискуя, может быть, даже жизнью, сохранил и передал мощи савы Сторожевского благочестивому семейству, в котором и сохранились они до наших времен В июле 1998 года в возрожденной Оптиной пустыне были обретены мощи восьми оптинских старцев Льва, Макария, Иллариона, Антония, Анатолия, Иосифа, Варсонофия, Анатолия-младшего, которые ныне пребывают в восстановленном Владимирском храме обители Мощи самого преподобного Амбросия почивают во Введенском соборе Оптинские старцы были канонизированы в 1996 году, а Амбросии в 1988 году Этот период бытия русской церкви также ознаменован перенесением в Россию из-за рубежа в святынь вселенского православия явлением совершенно новым, еще не встречавшимся в русской церковной истории Первый шаг в этом направлении был сделан в 1996 году, когда в Москву из русского на Афоне Пантелеймонова монастыря на период с 25 апреля по 12 июня была привезена честная глава великомученика и целителя Пантелеймона Впервые в истории русской святогорской обители ее главная святыня покинула Афон Местом ее пребывания в Москве стали поочередно кафедральный собор подворья Афонского Пантелеймонова монастыря Новоспасский, Данилов и Донской монастыри В 1989 году в русской православной церкви впервые за ее тысячелетнюю историю была образована постоянно действующая комиссия по канонизации святых Исторически сложилось, что вопросов в этой области церковной жизни накопилось очень много Потому что во время синодального периода и в годы гонений в 20 веке не было возможности прославлять подвижников веры и благочестия в лике святых Лишь в царствовании императора Николая II наметился перелом в вопросах канонизации Что было следствием прежде всего личного благочестия государя и его искреннего желания возродить союз православной церкви и православного самодержавного государства на основах до Петровской Святой Руси К общецерковному почитанию за два десятилетия святейшим синодом были прославлены семь святых До этого за 200 лет синодального периода ни одного А сколько подвижников, в основном новомучеников, появилось в годы коммунистического гонения на церковь? Так что работа для комиссии непочатый край Это дело скрупулезное и длительное Церковь всегда относилась к свидетельским показаниям о чудесах с чрезвычайной осторожностью Обследовала беспристрастно и с полным вниманием все показания И только после неоспоримых данных известный подвижник причислялся к лику святых Человеку свойственно и характерно всегда брать урок у сильного, у крепкого, у мощного Так в светской жизни, так и в духовной жизни Наши святые это духовная наша опора, это крепость, это духовная сила И общаясь с ними, молитвенно, призывая их в благодатное заступление на дела рук человеческих Мы от Господа получаем утешение, поддержку, в разумлении в вере, крепость духа, силу духовную Чтобы достойно ходить высокого звания, в которое призваны быть теми, кто исповедует Христа распятого и воскресшего И прикасаясь к ним, человек облагораживается, человек становится другим Воистину, духовная преображает жизнь и делает устремленность человека не к земному, не к приходящему, но к нетленному, к вечному, к божественному И в этом главный урок, когда мы имеем святыни рядом с собой Повествуя о чудотворной силе святых мощей, преподобный Ефрем Сирин говорит о святых мучениках, что они и по смерти действуют, как живые Исцеляют больных, изгоняют бесов и силой Господней отражают всякое их злое нападение Ведь в святых мощах всегда присутствует чудотворная благодать Святого Духа И благодатна наше время, когда святые мощи русских угодников Божиих возвращаются домой, чтобы вести нас, грешных, по непростой стезе через тернии к Богу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok